А это что за невиданное чудовище? Приветствую дорогие друзья! Широкой публике актриса Додо Чагавадзе известна благодаря роли в картине «Волшебная лампа Алладина», после выхода которой 15-летние красавицы начали писать письма со всей страны, признаваться в любви и звать замуж. Вот только в итоге актриса осталась одинокой. И более того, такой расклад ее полностью устраивает. О жизни прекрасной царевны Будур мы сегодня с вами и поговорим в этом видео. Маленькая Додо с ранних лет любила танцевать, так что малышка быстро оказалась в хореографическом училище, откуда ее и забрали на съемочную площадку. Первую роль в кино Чагавадзе сыграла в 5 лет. Это был фильм «Манана», в который девочка сыграла артистку в школьном спектакле. Прошло еще 5 лет, и Чагавадзе сыграла свою первую главную роль. Это была картина «Маленькие рыцари», в которой актрису заметил ассистент Станислава Ростовского. Мужчина пригласил Додо на роль Беллы, фильм «Герои нашего времени». Но режиссер, узнав возраст девочки, тогда ей было 13 лет, отказался снимать столь юную особу. Вот только на киностудии имени Горького остались фотографии Чагавадзе. Через несколько лет они сыграли свою роль, когда Додо пригласили сыграть царевну Будур в волшебной лампе Аладдина. Во время съемок девочку постоянно сопровождала мама, которая немного приврала, добавив своей дочери лишний год жизни. Юную актрису опекала вся съемочная группа. Однажды Додо упала с высоких ворот. Режиссер лично остановил съемку до тех пор, пока врач не осмотрит девочку, а после распорядился, чтобы у Чагавадзе появилась дублерша. Фильм не успели снять за одно лето, поэтому в сентябре Чагавадзе начала посещать вечернюю школу в Ялте. На учебу ее сопровождал лично Борис Пустров, который исполнял в картине главную роль. Впоследствии актриса с теплом вспоминала молодого человека и даже просил маму не сердиться за какие-то детские шалости. Однако никаких особых чувств к Бестрову девочка не испытывала. Чагавадзе очень нравился художник по костюмам Константин Загорский. Но и эти чувства были чисто платоническими. Тем более, что проявлять знаки внимания к юной актрисе, да еще и в присутствии ее мамы, никто не торопился. Правда, говорят, что один уже взрослый мужчина все же попросил руки Додо у ее мамы. Но девочка, узнав об этом, наотрез отказалась. Чагавадзе до сих пор не рассказывает, кем был этот ухажер, который собирался бросить семью ради молодой красавицы. Сам мужчина уже ушел в лучший мир, но его жена все еще жива, и Чагавадзе не хочет тревожить ее своими откровениями. Известность никак не повлияла на Чагавадзе, которая после окончания съемок вернулась в свое училище. Правда, некоторые педагоги начали с иронии называть ее голливудской звездой, а со всей страны начали приходить письма с признанием в любви. Музыкант и исполнитель Давид Шушанин служил с Чагавадзе в одном театре. Молодые люди начали тесно общаться во время гастролей, и уже после возвращения домой Давид сделал Додо предложение. Влюбленные отыграли веселую свадьбу. Казалось, впереди их ждет счастливая совместная жизнь. На практике оказалось, что Давид слишком ревнив. Ему не нравились даже те моменты, когда супруга уезжала к матери. После спектакля, в котором Додо играла Офелию, мужчина закатил скандал, ведь на сцене ее посмел обнимать актер, который был Гамлетом. Через некоторое время Давид потребовал, чтобы Додо уволилась из театра, вела домашнее хозяйство и присматривала за дочерью Нино. При этом жили они у родственников мужчины, Так что Чигавадзе всегда оказывалась виноватой, ведь свекровь с самого начала предупредила ее, что в любых жизненных ситуациях будет принимать сторону сына. В итоге, когда уговоры и разговоры прекратили действовать, Чигавадзе решила уйти от мужа. Их отношения продолжались еще 10 лет. Давид приезжал к родителям жены, забирал ее, потом привозил обратно. Даже после второй женитьбы проявлял интерес к бывшей супруге и был искренне удивлен, когда та с ним окончательно порвала. Чигавадзе могла выйти замуж второй раз, тем более поклонников у нее хватало, но актриса предпочла остаться одной. Каждый раз она боялась, что вновь станет рабыней, которой запрещают даже выходить на улицу. Примечателен тот факт, что дочь актрисы также не смогла построить крепкие отношения. Нино стала пианисткой, а со временем занялась детской психологией. Она помогает малышам справиться с трудными жизненными ситуациями, часто работает в Африке и так же, как и мать, боится потерять собственную свободу. Что касается Чигавадзе, то сейчас актриса преподает танцы и ритмику в театральном институте. При этом она не потеряла надежду вновь сыграть роль в большом кино, чего мы ей искренне желаем. Субтитры создавал DimaTorzok